Всем привет! Это проект «Люди равно Балакова», который посвящен предстоящему юбилею нашего города. Сегодня мало кто знает, что обозначает слово «кобзарь». Это народный певец, который сам себя компонирует на народном инструменте под названием «кобза». Но в этом магазине на центральной улице Старого Балакова они торгуют музыкальными инструментами. Это название – дань памяти известному балаковскому купцу, меценату Ивану Кобзарю, который жил в этом доме. Иван Васильевич Кобзарь сам себя называл крестьянином, несмотря на то, что имел миллионные доходы от сельского хозяйства. Практически все средства он тратил на благотворительность, поддерживал культуру, образование, науку, помогал бедным. Каждый уважающий себя богатый человек, обеспеченный, считал своим долгом помочь обездольным людям. И это делал искренне, не приглашая корреспондентов, и не рассказывая, что он дал рубль какому-то малообеспеченному человеку. Поэтому это была традиция. Без поддержки Ивана Кобзаря, возможно, в Балакове никогда бы и не были реализованы задумки молодых инженеров и изобретателей Ивана Якова Маминых, которые придумали и запатентовали нефтяной двигатель под названием «Русский дизель». Первые в России по производству именно наших русских дизелей. И он даже делал для них рекламу, которая была опубликована в газете «Саратовский листок». Продукция заводов Маминых быстро нашла сбыт. Дело оказалось выгодным и приносило хорошую прибыль. В ту пору еще не существовало понятия «бизнес-ангела». Но именно в этой роли выступает Иван Кобзарь, когда выделяет средства на мастерскую изобретателям Братьям Маминым. Впоследствии эта мастерская превратилась в большой завод. Город развивается, в нем открываются производства, заводы, Балакова становится хлебной столицей. А вот специалистов-профессионалов не хватает. В начале 20 века Иван Кобзарь озаботился новой проблемой. В это время Балакова становится городом, который активно развивается. И встал вопрос нехватки кадров. И именно Иван Кобзарь создает первое в истории Балакова коммерческое училище. Сначала эту идею поддержали и другие состоятельные балаковцы. Но в итоге все затраты именно по строительству легли на кошелек Ивана Кобзаря. При этом училище как таковое стало общим детищем, потому что было необходимо городу. Богатых людей очень много, миллионеров. Все-таки это миллионы пудов хлеба ежегодно проходили. Представляете, сколько денег здесь было, вращалось в Балакове. Поэтому было очень много богатых людей. А среднего учебного заведения не было. Дети богатых балаковцев могли получить среднее образование, не выезжая из Балакова. Пока шло строительство училища, будущие коммерсанты получали знания прямо в доме Кобзаря. Кстати, это здание периодически во что-нибудь превращалось. Одно время даже было госпиталем для раненых. А два года жилые комнаты были учебными классами. В 1912 году студенты переехали таки в большое и удобное здание. И до сейчас вот эти двери ведут в просторные классы. Пристройка появилась здесь в 60-е годы прошлого столетия. А до этого здесь была сплошная стена с большими-большими окнами, из которых открывался просто великолепный вид. Учились в этих классах будущие коммерсанты, но при этом предметы, которые они изучали, были самые разные. К примеру, студенты должны были знать два иностранных языка, историю, географию, политэкономию, каллиграфию, математику и даже закон божий. И это лишь половина дисциплин, которые изучали в училище. Иван Кобзарь лично ездил в Европу за оборудованием для классов естественных наук. В классах этого училища было установлено самое передовое оборудование. И, возможно, в этом кабинете ребята проводили опыты на уроках химии. Уникальность этого училища была в том, что принимали сюда не только тех, кто мог оплачивать обучение. Не у всех были деньги, чтобы учиться коммерческому училищу, потому что тут бесплатно никто не учился, то есть необходимо было платить. И поэтому Кобзарь создал вот такое попечительство о малоимущих студентах. То есть это вкладывались деньги богатыми людьми. И была такая, будем так сказать, стипендия имени Кобзаря. Кто-то еще там какие-то деньги вкладывал. Несколько учащихся учили здесь за счет богатых и обеспеченных людей. Само здание было очень комфортным. Здесь был санузел, отопление, собственная скважина, из которой брали воду. Для учащихся здесь была столовая, то есть горячее питание они были обеспечены. И это горячее питание, ну, конечно, какое? Естественно, не супы, не каши, а вот там пирожки какие-то. Делали жены богатых, обеспеченных балаковцев. То есть сами пекли. Сейчас это училище – настоящий памятник благотворительности. В этом здании всегда были образовательные учреждения. Коммерческое училище, речное. И теперь после реставрации его также передадут техникуму. Судьба Ивана Кобзаря сложилась трагически. Никто не знает, где, когда и почему он погиб. Есть несколько версий, но ни одна не подтверждена. Тем не менее, в памяти балаковцев он до сих пор живет. Как образец успешного коммерсанта и щедрого мецената.